Друзья, пришел в Ницце купить вот такой айс латы, который она очень любит. Сейчас принесу, наверное, будет радость и помню штаны. Сейчас посмотрим, как зареагирует, потому что она очень хотела в такую же руку. Кофе в стаканчике. У меня будет новый стаканчик. Прикольная штука? Вкусный? А ты что-то не пробовал, хочешь сказать, пока что? Я не пою, отвечаю, клянусь. Я не пробовал. Вкусный? Класс, да? Это что? Это тебя отдупляет. Пиши. 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 У меня новый стаканчик теперь есть. Это с надписью. Тут с надписью Бейкери. А этот? Бейкери. Просто стаканчик. Это лучший стаканчик. Здесь ничего не нарисовано. Друзья, вы дивитесь, сколько коробок айфонов. Тут мама не горюй. Ника уже все повитирала. Там что-то наводит до ладу. Так, Вероника. Батькина. Вон, молодец. Так. Давай. Поднимаю. Тебе нельзя. Поднимаешь? В какой коробке лежит? Нет. А если не отгадаешь, то отдаси мне свой телефон. Не хочу. А если отгадаешь, то заберешь мой телефон. Нет. Что? Не хочешь? Не хочу. Ну давай выцкнем. Нет. Ты мне все равно не отгадаешь. Ну а вдруг ты угадаешь? Заберешь себе? Нет, не заберу. Ты закриешь глаза, я положу свой телефон в какую коробку. Если ты его найдешь с первой попытки, то я тебе отдаю свой айфон. Если нет, то ты свой имя не отдаешь. Нет. Я так не хочу, если нет. А чего? Я же думала просто. Я кладу свой айфон в какую коробку. Так не честно. Коробок много, а телефон один. А если я не угадаю? Да. А если я не угадаю, то ты забираешь мой? Я так не хочу. Я заберу твой. Процентов не угадаю, а ты еще и мой заберешь? Так. Плохой конкурс. Не хочу. Не хочешь? Не хочешь. Давай, я на твоем месте рискнул бы. Не хочу. В тебе был бы шанс. Правильно, не рискуй, как я с криптой рискнул и все. Не хочу. Все, фотографируй. Все? Это все фотки? Я купила татуировку, я купила себе эти маечки на шнурочках. Что? Була шнурку. Я думала. Салатик уже есть. Я думала маечку такую, знаешь, на тоненьких. На тоненьких. Да. Такому и есть на тоненьких. Сейчас буду разбирать его. Это тебе что, конструктор или что? Да. А ты же помнишь, как я его ем? Это странный. Я тебе покажи, потому что я вообще в компании не ем. Я просто не ем. Нет. Я, конечно, просто вот так вот. Я их целым вот так вот буду лопашить. Вот так и надо. А ну. А можно? А вот так по чуть-чуть, как я разбираю. Я вообще можно по чуть-чуть им. По чуть-чуть. А то, что ты лежал вот тут вот в сумме сидом. Или в этом самом. Это нормально. Но у меня он будет и на нос. Подожди, подожди. Сейчас у тебя точно такая фишка будет. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Точно так же. Такая просто. Я помню, как мы пишли боже на львовские круассаны. Я просидела, просидела. Я просто говорю. Я вообще не голодная. Я вообще не это. Я сидела уже. Ну я не... А тут... Вкусно? Да. Ты ж не хотела, блин. Ну вот тут отказывалась пипец. Я не хочу бургер. Все, я наелась. Да и все вообще до мороза. Я дома не наелась уже все. Я ничего не хочу. Ну и что? Пока не уболтали, блин. А ну не можно выделывать? Не, ну Маша тоже отказывалась. Я тоже. Я не голодная. Я не хочу. Да. Один я только говорю. Да нет, надо. Я кстати думала, что про проект дыхеров. Ну что ты, блин? Уху-ху-ху. 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 Не, самое главное, что мы прошли консультацию. Это не самое, блин, авиак. Слава Богу. Слава Богу. Ну непонятно. Завтра надо анализы сдать. Вон каже, что если будут такие самые, как у меня были там, то в больницу дать. Ну то все равно. Зато ты ляжешь тут поближе, блин. И где я буду уже. Ну как? Если лечение будет таблетками, то можно дома. То дома. А если уколами... То будешь тут в районке ляжешь. Я до ней буду бегать на четвертий повар. И носить тебе. Ну не отпускаете дома тебя. Отпускаешь? Поколишься и будешь дома. Мы не вливали антибиотик. Капельницами. У меня, правда, тогда Лешка хоть маленький був. И дивился за ним Сашка братный. Не хочу в больницу на уколы. Надо. Зато хоть не напугали ее, блин, прикинь. А там же, блин, в своей городе напугали. Нет, там же чуть ли я не приспал. Там все, дитина мертвая родится. Да? Или что она тебе сказала? Дитина... Тупо вот так напрямую. Тупо в глаза прямо скажет. У меня 30 лет стажа. И знаешь, у меня уже были такие случаи, когда женщины родили детей с пневмонией. Або взагалі народжували их мертвыми. Ты что хочешь родить мертвую дитину? Прикинь, вот так врач каже, Маша. Нам надо здоровья. Ну, это пипец, да. Знаешь, мне аж зуби закатить начали. Потому что ты плакала, да, потом? Я вийшла, плакала, пішла в роддом, куди вона меня отправила. Так, по ходу, ей позвонила. И сказала, что вы ей таке... Она рассказывала, что она сидит, рядая в коридоре. Так и в итоге, прикинь. В итоге вызвали маму, пока вона мала-мала. И сказали, что мы вашу дочку сняли с учета. И меня тоже вызвали маму. У вас людей, блин, сейчас умирает. Або я пошла в Чаркасах на... Женя с Виталиком поехали в Чаркас на УЗИ. А я же переживаю, там же ж тоді, когда появляться на всякие патологии. Я же захожу и иду. Я говорю, что с тобой? Я немного переживаю. Она мне говорит, что? Я же будущее мама переживаю за здоровье своей дитиной. Она говорит, что ты слышишь? Мама себя называла. Еще не родила, а уже матерью себя называла. Ха-ха-ха. Ты прикинь? Ты каже Гинько? УЗИСТКА. Я 26 лет проромила. Я же смеется с мамой. Я говорю о... Она мне говорит, что слушай, я с 96-го года працюю в ЗИСТКОВ. И я прекрасно понимаю, где кому погано, а где кто хочет до себе уваги. Ты с мужем приехала, говорю, да. Хочешь, чтобы он побегал за тобой, что-то там... Попереживал за тебя. Я говорю, ну просто действительно не переживалась. А чего ты переживалась? Ну говорю, переживай, как там моя дитинка, все. Я вот эти приезжие понты только так вижу. Так что дамай мне, пожалуйста, вот это вот тут не надо. Прикинь, это в областной. В областной везде, что все их делают там. Кстати, я там Азина делала. Мне нравится клиника Воронова в Черкасах. Это надо у Воронова и надо было. Мне тоже все казалось за Воронова. 11 недель за вторым ребенком. Серега, наша мама ужасно была против. Моя мама сказала, ну типа так-то и так. Я что сделала? Я в шоке Лерочке 10 месяцев. Ну прикинь, о боже, что делать? Так и что? Серега, типа, я не знаю. Типа, если мама скажет, так и будет. И тут мы едем на УЗИ. До Воронова? Да. Он мне говорит, по расположению органов, там, мальчик 14,9,9%. Сына хочет? Да. Он говорит, хочет. Он говорит, в чем проблема? Все, дивится вам дружина, ваши люди, сына, другого. Хотя еще, ну, встать пол. Не видно, 11 недель. 11 недель. А, ну да, это как я была. А тебе, а тебе на сколько? Я по... Ты на 13 неделе, да, по-моему? На 12. На 12. То сразу сказали мальчика. Друзья, я еще не видел такую тему. Блин. Вау. Офигеть. Покатай меня. Большая черепаха. Офигеть. Это офигенная штука. Чуешь, мне на какой-то джип похож. На какой-то джип похож. Какие колеса. Какие колеса. Еще крутяк. Бааааа. Я хочу покатываться. Договорись. Сейчас надо зайти домой, чтобы не одна муха, а это не обычная муха, это, как каже Ника, муха-корова. Потому что она так нагревается. Вы не реально, ребята? Жаль, мы быстрее. Тут, походу, живое гимно. Да, и мы все знаем, кто это. До этого? До тебя тут муха не было. Давай бегом, залетай. Раз. Я тебя только прошу, пожалуйста, бегом. Бои, если залетить муха-корова, до них будешь ты. Поехали. Бегом. Ника, муха-корова, это гитая. Все, есть. И вот я получил письмо счастья. Это мне прислалась полиция из МВС. Вы помните? Я вам сказал, что мы не насчитали, блин, за автівку какие-то, блин, гроши. Потому что они не досчитали. Да, Ника, короче, это из МВС, прикинь, блин, короче. Открываем? На, открывай, да. Это жесть. Там леченка есть. Здесь-то смело. Это якийсь пипец. Давай посмотрим. Не такие письма мы хотим, да? Да. Не такие письма нам дохотелось. О, какая толстая бумажка. Там по-любому, наверное, повыписывал. Вообще-то, что-то такое. И как это понимать? Шестяк. Головный сервисный центр МВС. Оригинальный сервисный центр. Ну, а где печати? Где? Я вообще не понимаю. Печати нету. Вот какие-то... Что они мне, блин, выслали? Какие-то распечатки. Распечатки, я понимаю. Мне тут треба... Не печати, ни хера. Тупо ничьо нема, блин. Что они мне выслали, я не понимаю. Тут ниде не затвержено. Для выполнения податковых обязанных с метою уникнения нарахования податкового борта прошу вас вернуться до... ТСЦ. Ано. Для сплати вищезначного збору в повном обсязе. С вот этого начинания. У разі не сплати збору... Вплати збору в повном обсязе, предназначенный факт, будет поменован в соответствующие органы и вжитый заход от соответствующего законодательства. Вот только расписался и все. Копия вантажности. Блин, печати никто не ставил. Ни печатки, ничего вообще. Взагалі, чтобы вы понимали, вообще ничего нема. Ну, поговоришь со своим юристом. Это еще судится с ментами. Знаешь, я тоже напишу вот так. Да, да, так можно кожей написать. Ручкой на бумаге, Женя. Вы напечатка, печать. Вы мне должный миллион долларов, прошу. Пстит? Ого. А ну. Так ты не туда нажимаешь включать снизу. Даже я знаю, как пользоваться. Давай. Написал, вы с Никой хорошо смотритесь. Я рада, что вы вместе у вас будет сын. Ника очень милая, веселая и хорошая девушка. И вы будете классными родителями. Ну, спасибо большое. Как это мне? Ты довольна? Ну, да. Очень редко встретишь такие комментарии пока что. Лёлик. Мойенький мой. Ты свои трусики закрой, потому что потом будут писать, что, блин, тут обратно порнография. Это топик спортивный. В нем ходят спортзал. А им же никому не докажешь. Так, что еще хотят? В таких топиках. Это спортивные топики. Я хожу дома, чтобы мне было удобно. Да? Да, я ж не в лифтике. Это топик спортивный. Пиздец. Уже видео все на украинском. Отписка. До побачення. Ну и пока. Оркостан. Здравствуйте. Что это с плохого? Не знаю. Так говорят, пиздец. Ну, вы ныжнанавидите нас. Орки нынавидите. Это все видеоналка. Здравствуйте. Посмотрела первое видео с Никой. Десять дней назад влог. Какая красивая девушка. Внешность приятная. Пусть не стесняется себя. Улыбка замечательная. Боже мой. Расцвела и полетела. Да? Ты приятна? Ну, конечно, приятно. Женя, в последнем видео вы сказали, что к вам кто-то пытался взломаться. Вломиться. Это не шутки. Все-таки беременная девушка с вами. Лучше, чтобы замок, который вы будете закрывать внутри, а снаружи, чтобы не было разъема под ключ. У нас так в квартире. Как по мне, безопаснее, что не смогут открыть дверь снаружи. Это как это? Ой-ой-ой. Не пойму. Что это? Как это? Ну, лучше дверь. Не пойму. Замок снаружи, изнутри. Есть. Страшно, кстати, было. Очень. Я без жене спать не могу. Вот это только жене. Никогда не понимала мужчин, всегда после жены ищут хуже. Слабак. Бывшая жена ваша была красивее намного. О, боже мой. А я не понимаю вот эти понятия красивее, некрасивее, умнее, тупее. У каждого свое понятие про красоту. Кому-то я буду красивая, кому-то я буду некрасивая. Кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Что значит красивее, некрасивее? Вот вам красивее, кому-то некрасивее. Ну, у всех же свои вкусы, свои взгляды. Ну, хуже, так хуже, ладно. Может, я в чем-то хуже, а в чем-то лучше. Все ж мы так люди. В чем-то хуже, а в чем-то лучше. Да. Опа, да вы, пиши мне хлопать. Я гей. И безумно хочу ребенка, девочку. Мой партнер нет. А, он не хочет, да? Да. Значит, вам не по пути с ним, я так думаю. Получается, его партнер, хлопец, не хочет, говорит, дитину, а він дуже хочет девчинку. Ну, значит, дела не будет. Вот я думаю, что делать нужно искать сурогатную мать. Ну, в цьому, в плане, им же треба тільки, чтобы жінка вынашивала. Або вони беруть у цих. Ну, у лесбиянок же ж тоже так же. Беруть в детдомах, да? Нет, они... Чи сурогатную мать шукают? Нет, лесбиянки нет. Ну, ты ж дружишь с лесбиянками. Одна яцеклетка у них там, и они ж... Да я ж знакомые лесбиянки, дружишь? Знакомые лесбиянки у меня? Ну, дружила? Да. А шо тут смешно? Ага, шо-то нормально. Да, они-ка дрожила. Да. Ну, нормально. Видноственное было, че дружила? Дружила. Дружила? Ага, ладно. И это... Они ж... Девочек проще, а то мальчикам... Ну, я понимаю. Ну да, девочка ж може якось завагитниться, правильно? Если лесбиянка. Да, девочка, она беременная, но они ж от ищут... Этого ж как его... Донора, не донора, как там она получит? Ну, я понял. Вони... Им простіше це, вони може заробити. А прикинь, якось двум хлопцям два гея. Ну, дуже цікаве питання, чесно говоря. Бо ніхто не задававши тут такого питання. Ну, я багато не можу читати фізично. О, Боже мой. Угу. Ну, не знаю. Ну, видишь, им, значить, не по пути. Тут же несут в том, що вони оба хотят. Один хоче, а второй нет. Ну, це вам надо тільки домовлятся. Тих, хто сейчас дивиться, там, гей, не гей, нетрадиционная ориентация. Ви там уже якось вирішуєте. Бо це питання таке вже сугубо, ну, даже не знаю, як вам таке делікатне. Женя, я, наверное, поняла, що такое жога. Тебе жога? У меня что-то печет в горлі. У меня вот так подходят, подходят и печет. О, подруга, вона ніколи за всі свої 25 років не знала, що такое жога. А я вже не сміялась только вчора. Я не понимала, що у меня у папы постоянно жога. И у Жени жога. Я не могла понять, що это такое, я сміялась. Якщо у меня такого никогда не було. А тепер я, походу, воно вот так, вот тут, я ему подходят за сула и печет. Да, 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 это печет. И надо что-то попить, типа, чтобы оно тебе нельзя за газомотить. А ты жоги іди щось просто поїш. Ты ніхто не їла, ти з'їла тільки одне варення з утра. Ну да. Іди щось з'їш. Ну, сейчас мы... Давай щось з тобою пожарим колбаски і яички. Хочеш? Ну, типа, я хочу. Не, я не хочу жареного. Ну, може багато жареного йому. Із цього... Ну, інтересний такой коментарий, я тебе хочу сказати. Тепер дуже інтересний. Тепер просто с таким не особо сталкивались. Інтересно. Че ніколи такого начитали? Ну, це плохо, видиш. Один хоче, а второй не хоче. Ну, в общем, да. Печально, конечно. Значить, да, или как-то договариваться, или расходиться. Ну, а шо, это один хоче ребёнка, а второй не хоче. Ну, да, це, конечно, печалька, я тобі скажу. Взагляда. Це дуже печалька. Шо там ще? Почому у вас видео постоянно на українському? Блин, ну, я уже відповідав на це. Потому, що... Женя, українец. Бо я не українец, то. Я б тоже разговаривала на українському, но разговариваю на русском, щоб подсластить вам пилюльку, щоб хотя бы мене вам було понятно, если що. Ну, ты ж можешь в любой момент перейти на українському. Могу. Ну, все. Ну, я просто, чтобы им хотя бы не так плохо... Це так, поки у тебя є бажання, захочешь, потім перейдеш, да? Да. А у нас 16 числа повинні вже всі сайти перейти на українську мову в Україні. Ти знаєш це? Ого. Всі сказали всім переходити все на українську мову. Ну, я тобі скажу, що це правильно. Какие эти, например, сайты? Усі, український язык, ну, ці всі... Ну, як ти сказав, щоб були українською мовою. Купляти телевізори, техніку, що була з українською мовою. Бо у нас же, бачиш, було як. У нас і російська, і українська, і... Ну, якось, ми живемо в країні в нашій страні, бляна, в Україні, а розмовляємо там на різних мовах. Тобто, у нас і справді, чому, чому ми раньше це не розуміло? Чому? Поки не прийшла війна, і не сплатила нашу націю в одне єдине. Чому всі нації? Чому в Росії тільки російська мова? Чому в Англії англійська мова? Чому в Іспанії іспанська мова? Бо в них, ну, якось, бачиш, якось було все зрозуміння. А у нас – ні. А ми старалися, бляна, на кількох стулях сидіти. І для Рашки бути гарними, і для України бути гарними. Ні, так не вийде. Ми українці, у нас є державна мова. Ми повинні розмовляти державною мовою. Ми повинні підтримувати державну мову, бо ми живемо в країні, в цій, в Україні. Паспорт український, в тебе, в мене, у наших рідних. Я не знаю, діти наші народжуються в нашій країні. В школі навчаються в українській, на українській мові. Телебачення на українській мові. Чому ми повинні розмовляти? Так, це наш державний язик. Мова. Мова, так. Я можу розмовляти на російській мові, можу старатися трошки на англійській мові. Без проблем. Але якщо ми живемо в Україні, без проблем на українській мові. І хочеться свій контент, український контент, висубати на вищу планку, підтримувати український контент. Чим більше наших українських буде відеоблогерів, ти буде краще для нашої держави. Ось і все. Як казали мені, як писали. Та, слухаєш? Да ти, блін, на нас виїхав, на русських. Блин, тільки з допомогою нас ти там, блін, получав. Хлопці та дівчата, ніколи, ні з кого не виїжджав. Так, це було правда, що 52% це була Росія, мене дивилась. Але зараз... Ніхто ж нікого не принуждав. Ніхто ж не принуждав. Але зараз вже ніхто не зможе сказати, що я на комусь виїжджаю. Ні, мене дивиться весь світ, переважно люди адекватні. Україномовні, російськомовні, англійськомовні. Які? Литовці, грузіни, поляки. Всі дивляться. Хто ще? Арміани, грузіни. Та дуже багато стран я не буду перераховувати. Але є адекватні люди, які дивляться і все розуміють. У мене є моя рідна мова. Ось ця втурба, ось ця понижена, сильно виска, верхня понижена. Ну, 117 на 95 – це не понижена. Понижена. Але нормальне давлення – це 120. 130. 130 – це повышенне давлення. У мене моє давлення – 130. 137. 148. У тебе все, ні, як у людей. 130 – це повышенне давлення. Нормальне давлення – це 120. У мене мужчина в моєму возрасте – це з 8 років. Для мене другое давлення. Так, зараз все, ребята. Сейчас посмотрим в інтернете, хто прав, хто не прав. Що швидку personnage заеду? за новеньigare кажу у вас співроб. У меню найбільше вважнен і呼 figuring я вам кастрювати.